Музыка Музыка Хочу изучить свой видеоблог И он начнётся с того, что я потерялась Просто потерялась Мы сейчас идем из дома. Будем шопиться. Погода хорошая была. С утра солнце. Сейчас пасмурно. Мы вышли. Нас стало пасмурно. Надеюсь, дождя не будет. Пришли поесть. Мы купили китайскую лапшу. Безумно вкусно. Тут такое огромное место. И тут очень много всего разного. Типа КФЦ. Короче, убираешь, но это любой вкус. Там Сабвэй, если видно, Макдон. Короче, безумно вкусно. И вот такие дела. Сейчас. Идем покупать мне одежду. Ну, по крайней мере, попытаться ее найти. Все прямой репортаж. Это огромный бодишоп. Мы были сейчас в магазине Дисней. Там очень красиво. Вот. Мы едем в музей. Сегодня чудесная погода. Весит солнышко. Куда мы потом поедем? В Интергонбеллэн. А что там? В новогодние развлечения. Потом мы едем в новогодние развлечения. Мы приехали в научный музей. Болгого большой, огромный. Но не скажу, что я под большим впечатлением. Всякая хрень. Типа ракеты, космос. Не знаю. Надеюсь, покажут какие-нибудь человеческие скелеты. Очень надеюсь. Понялись на какой-то этаж. Это более-менее интересно. Вот. Не знаю, что еще сказать. Я не умею вести репортаж. Я устал. Хочу любви. Да так, чтоб навек. Наконец-то мы ушли из этого неинтересного музея. Он был просто ужасный, отвратительный. Вот. Теперь мы идем в этот, как будто я, ледовый, я не знаю, лэнд. Айсленд. Не знаю. И они меня напугали, что там был какой-то, типа, аттракцион. И я просто спорила, что я должна на нем прокатиться. Я не знаю. Я ненавижу аттракционы. Я их очень боюсь. Поэтому я не хочу. И не знаю, что оно будет. Эй, белка. Скоррел. Эй, кс-кс-кс. Она меня взлетит. Север! Север! Ты напугала ее. Нет, нормально сейчас. Мы приехали в зимний Вандерленд. Просто рай аттракционов. Я не знаю, тут просто какой-то волшебный мир. Если не хватает бринолина, я думаю, это идеальное место. Потому что здесь такие аттракционы. Вот, думаю, красиво. Думаю, чего-то с этой еды. Типа, и холмогом. Таких немецких сосисок, и пицца пива. И сладость, типа, молотка. Почешь, что-то как-то прижалей. Да. Просто нереально красиво. Смотрите, ну, покупать, это великолепно. Здесь не очень много народу. Хотя, я думаю, выходные тут просто не стоит, чтобы отдохнуть. Думаю, здесь, конечно, 10 раз пусть не придает снег. Потому что это такой ужас, что, блин, на самом деле. Смешаешь какую-то снежную страну. Сейчас где-то немножко дождь, и поэтому... Не, не аль. Ну, очень, не аль. Покинули это волшебное место. Она осталась туда день. Сейчас мы идем в Чайна Таун. Там, типа, тарщик. Там тарщик. Там не видно, даже на камере видно, что там не красиво. Смотрите, вспышкой. Нет. Вспышка не надет оттуда. Ладно, все, продолжу репортаж, когда мы найдем еще куда-нибудь. Мы только что вышли из Приморка. Это был огромный универмаг. Мы купили, ну, я не знаю, что много, но мы обходили, я не знаю, буквально все. И без ума устала, у меня болят ноги, я хочу жрать. И мне очень жарко в этом пальто. Я взяла с собой зимнее пальто, мне было очень жарко. Поэтому по магазинам лучше сразу просто в кожанке, потому что ты все это переодеваешь, потеешь к свиньям. В общем, это ужасно неудобно. А гулять, если просто идти гулять, нужно только пальто, потому что здесь очень сильный ветер. И реально очень холодно. Сейчас мы ищем место, где мы... И фонарики. Вживую они красивее смотрятся все. Конечно. Оп! Не хранит оптилика. Ку-ку. Ку-ку. Спасибо. Мы пришли кушать лапшицу. Опять лапша. Опять с ней. Покушали васаби. Мини силы разговаривают. Сейчас мы идем... Не знаю, мы идем гулять. Может, мы найдем, начально там она может быть. В этом васаби здесь, когда я хочу много суши. То есть, ты подвесишь, если берешь себе каждой по одной суши на... Не знаю, как она стоит, но ты закладываешь себе сам. И каждая суши на в этом салфановом пакете. Еще там есть, типа, лапши и супы. Ну, цена примерно 5 фунтов. Не скажу, что дорого. Ну так, нормально. Есть можно, по крайней мере. Ну и мы в этом Чайна Таун. Мы ищем магазин, где я могу купить себе вкусный, великолепный бомж пакет. И буду честным образом его есть. Где я могу тебе купить. Где Катя может мне его купить. Ну, точнее, Катя может мне его купить. В общем... Он же мне не стил говорит, но ладно. В этом Чайна Таун. В основном магазины с этими продуктами, журналы всякие, книги, рестораны, пилименты, легенда. Тут еще также я видела, что с медициной связано. Они там и глоукалывание делают по их нему особенному китайскому методу. Не знаю, что заходишь, на самом деле, кругом узкоглазые. Но это неудивительно. Вот. Мне уже не трусило держать руку. А потом, я не знаю, потом пойдем домой. Наконец-то. Да, я нагулял. Не знаю, это устало. А вот, тут есть массаж. Там жарится курочка где-то вот здесь. Фу, маять курсы. Вот. Я сейчас попробую еще снять, когда буду в магазине. Вот, мы зашли в магазин. Какая-то всякая китайская пища. Там, не знаю, была напиток с персою. Я бы, наверное, никогда не решилась такое купить. Магазин. О, лапшица. Да вот и бабуш пакеты. Это все-все-все-все-все-все-все-все бабуш пакеты. Я буду их сейчас выбирать. Мы купили полезный напиток с персиком. Это типа зеленый чай. Сейчас будем пробовать. Этот напиток меня не впечатлил. Такой сейчас, как будто это был просто холодный чай, в который добавили очень много сахара. Не знаю. Зеленый чай тут даже не пахло. Какая-то персиковая, сладкая. Ну, по крайней мере, мы жажду утолили. Сейчас мы идем домой, наконец. Я просто попытаюсь снять с метро, если мы на метро поедем. Или в автобусе. Не знаю, правда, зачем. Может, кому-нибудь это будет интересно. Здесь в социальных видео очень много питается. Мне больше всего интересно, есть вот такой русский район. Где можно вот приходишь, чисто такой огромный район. И где все там гейменье, муторон. Вот такое вообще-то чувство. Я хочу сняться на фоне. В Фондоне, вот когда ты здесь живешь, ты, наверное, привыкаешь к тому, что нужно постоянно ходить. Ну, если бы транспорт здесь безумно дорогой, и приходите поедать чем-нибудь пешком. Хотя ты положите одну токушечку. Здесь очень красиво. Вот. Как тому, что очень сильно устаешь. Например, в стране, как у нас, например, Латвия. А ты спал, мне транспорт. Ну, и вообще, как и место мало, чтобы погулять. А так же Лондон огромный. И столько ходить, это как-то выгодно, что-то, как-то, 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 как-то. Вот, поэтому, привыкаешь к тому, что нужно ходить очень много ногами. И очень удобно летом, когда велосипеды эти, они не бесплатные, но они довольно-таки дешевые. Очень удобно на них сесть и путешествовать к всему Лондону. Ой, там какой-то... Слушайте, там что-то происходит, красная дорожка. Я наткнулась на место, где всегда происходит премьера разных фильмов. Сейчас будет пример этого фильма, Харри Фил, или я не знаю. И, короче, через пару часов здесь будет очень-очень много знаменитостей. Ну, и в основном те, кто снимается в этом фильме. Я бы, конечно, осталась, но вряд ли я не буду со мной ждать знаменитостей. Поэтому мы пойдем отсюда. Я вообще надеюсь, посмотреть в интернете, может быть, какие-то будут здесь, не знаю, знаменитостей, которые меня интересуют. Я бы сюда снова что-то приехала. Мы не поехали на метро. Мы поехали на автобусе двухэтажном. И это даже круче, потому что я смогу показать, как... Ну, в общем, помог бы поездить. Вот. Так это выглядит. Что вы там видите? Что это? Сомсетка. Спасибо. Мне одну хватит. Я вообще, ты давал, ты не ездил. Ладно. В общем, я не могу продолжать, потому что пошел дождь, и выглядит это все довольно-таки убого. Вот. Поэтому я буду снимать в другой раз, когда дождя не будет. Ну, в моем случае уже едем домой, поэтому... Может быть, я еще сниму что-нибудь дома. Чуть не сбили человека, но ладно, продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok